Завтрак, специальная зарядка, обязательные физиотерапевтические упражнения. В семье Повалий маленькая Маргарита определяет расписание на день. Она нуждается в постоянной помощи. Есколько лет назад маме Любови Повалий пришлось уйти с работы и все время посвятить развитию своей дочери. Дополнительная поддержка как нельзя кстати. Сейчас, естественно, какая работа. Я думаю, что 24 часа в сутки под вниманием для тех, скажем, сложных ребяток, у которых степень ограничения возможностей третья или вторая, хотим ввести региональную меру соцподдержки для семей с третьей степенью ограничения возможностей, способностей, это 7500 рублей, региональную дополнительную пенсию, скажем, к той государственной, которая есть. Ну а для второй степени 4000 рублей, чтобы это была какая-то дополнительная такая поддержка, что ли, семьи. Я считаю, для нас это будет очень кстати, потому что все равно порой бывает необходимо просто дополнить средства, например, реабилитацию, дополнительные какие-то лекарства, чтобы порадовать ребенка. Таких семей, как Повалий, в Нижегородской области 3000. И все они нуждаются как в финансовой поддержке, так и в реабилитации, где женском реабилитационном центре более 500 детей получают необходимое лечение и помощь. Мы сюда два года назад стали ходить, он не ходил, то есть плохо сидел, а сейчас, слава богу, ходит. Помощь нужна, конечно, таким детям, нашим детям помощь нужна. Ходим мы с года, то есть вот уже в течение трех с половиной лет. Она стала общительная, где-то с детками играет, много игрушек постоянно, воспитатели замечательные, массаж. Губернатор Валерий Шансов требует обратить особое внимание на обеспечение доступной среды людям с ограниченными возможностями. Читаться формально можно. И можно сказать, что у нас сегодня с вами больше 20 миллиардов рублей расходуются как раз на социальные выплаты. Но меня больше всего волнует именно адресность. Я бываю в районе. Там надо пять человек, чтобы у этого инвалида затащили куда-нибудь в какую-то приемную. Все социальные учреждения, все учреждения нашей социальной сферы. Надо серьезно уже сейчас заниматься этим делом. Ну, по улицам разберемся, по каким-то другим делам тоже разберемся. Но если мы в те места, в которые люди должны обязательно приходить, чтобы решать свои вопросы, не перейдем в порядок, ну, такое все сплошное было там. Наш бюджет Нижегородской области социально ориентированный. Соответственно, более 70% это социальная программа, которая реализуется у нас на территории. И, конечно, основным фактором его более 20 миллиардов является публичное обязательство, которое взято государством перед нашими гражданами. Напомню, что у нас 86 пособий и выплат, которые сегодня действуют на территории Нижегородской области. Всего в регионе меры социальной поддержки получают более миллиона нижегородцев. Это каждый третий житель. Традиционно особое внимание о поддержке материнства и детства. Анастасия Рябов и Владимир Гайдай. Объективно. ННТВ.